Впрочем, что это я говорю? Мы готовим восхитительное воскресное блюдо с гречкой. Масла не жалейте, не жалейте масла. В этом секрет успеха нашего сегодняшнего блюда. Чем раньше он попадет в масло, тем больше своей жгучести раздаст окружающим продуктом, и особенно маслу. Вы бы знали, как она пахнет. Вы знаете, в принципе, в нее кусочек сливочного масла положи, чтобы растаяло, и ешь на здоровье. Категорически отказываюсь понимать людей, которые не любят гречку. Если к гречке добавить помидоры, чеснок, лук, имбирь, морковку, а особенно рыбу, получится такая вкуснятина, что просто пальчики оближешь. Самое главное правильно выбрать гречку. Я выбираю гречку националь. Я доверяю этой марке. Я знаю другие ее крупы, но гречка у них особенно хороша. Хотите убедиться в этом? Давайте посмотрим, какова она. Полпачки, я думаю, на сегодня хватит. Но вы бы знали, как аппетитно она пахнет уже сейчас. В ней совсем не дробленой крупы и чистая, не пылинки. Тем не менее, я обычно гречку промываю. Вот здесь у меня ровно полпачки гречки уже промытой. И я ее опускаю в сухой котелок для того, чтобы прежде, чем начать готовить, прокалить. Да-да, прямо в сухой котелок. Вот точно так же, как мы подсолнечные семечки калим, прежде, чем их лузгать, точно так же необходимо прокалить гречку до тех пор, пока от нее не пойдет восхитительный, очень аппетитный аромат. Отлично, начинает аппетитно потрескивать и издавать аромат. Я неслучайно для гречки взял стеклянную емкость. Я неслучайно показывал вам, сколько ее было в сухом виде. Воды для приготовления гречки нам понадобится в 2 раза больше. Раз, два, примерно столько. Примерно. Мы не ракету в космос запускаем, мы всего лишь навсего готовим гречневую кашу. Впрочем, что это я говорю? Мы готовим восхитительное воскресное блюдо с гречкой, потому что наши дети должны полюбить гречку. Для этого нам с вами нужно всего лишь навсего научиться ее очень вкусно готовить. Вот бывает, кто-нибудь забудет посолить гречку, и, пожалуйста, невкусная каша. Смотрите, как быстро закипела вода. Все дело в том, что гречка была предварительно нагрета. Ну, а теперь недолго осталось. Надо подождать, пока выпарится вода. Вот и все, практически воды не осталось. А если где-то там осталось несколько капель, так и хорошо. Больше гречка при смотре не нуждается. Можно переставить в котелок на другую конфорку на самый маленький нагрев. Вот теперь можно рыбкой заняться. Вы какую больше любите? Пареную, вареную или, может быть, жареную? Я люблю жареную такую, чтобы еще похрустывала слегка. Я в рыбе не привередлив. Конечно, какая-то дорогая морская может быть очень вкусная. Но и обычный прудовой карп может тоже получиться очень вкусным, если найти к нему подход. Во-первых, из карпа, как с рыбой достаточно костлявой, хорошо было бы удалить хотя бы хребет, да срезать ребрышки. Остальные косточки прожарятся, потому что жарить мы рыбу будем во фритюре, то есть в достаточно большом количестве масла. Хорошо бы рыбку посолить. Хорошо бы рыбку слегка подперчить. Ну, хоть пол чайной ложечки, вкуснее будет. Можно рыбу запанировать, ну, как в книгах пишут, сначала в муке, потом обмакнуть в яйцо, потом в панировочные сухари. Слушайте, если готовить по-простому, по-домашнему, то достаточно ее просто обсыпать мукой, либо крахмалом, либо крахмалом, смешанным с мукой. Помешаем. Надо, чтобы каждый кусочек оказался обваленным в муке, но и лишней муки тоже быть не должно. Вот теперь на плиту отправляется глубокая шарообразная сковородка под китайским названием вок. Если у вас нет такой, берите любую другую, глубокую. А если у вас есть наш любимый казан, разумеется, ставьте на плиту казан. Масла не жалейте, не жалейте масла. В этом секрет успеха нашего сегодняшнего блюда. Вы должны иметь в виду, что для нагрева масла требуется определенное время, тем более, что конфорочка у меня есть такая не самая сильная. Вот минут 5 уже стоит масло, и только сейчас оно нагрелось так, как надо. Видите, легкий дымок пошел, прекрасно. Рыбу я разделил на 3 части не случайно, потому что если опустить в это количество масла сразу всю рыбу, то масло остынет, рыба не будет жариться, как положено. Нагрев не сильный, но масла довольно много. Масло накопило большое количество тепла, благодаря которому рыба жарится практически мгновенно, 2 минуты. И рыба обжарена ровно так, как нам хотелось. Пусть полежит на салфетке, и лишнее масло с нее стечет. Кстати говоря, вот такое огромное количество масла никаким образом не влияет на жирность будущего блюда. Вы можете налить масло совсем немного, но рыба холодного масла впитает в себя еще больше, чем горячего. Если масла в сковороде немного, то рыба его практически моментально остудит. А когда рыба попадает в очень горячее масло, соки внутри нее вскипают, выходят из рыбы и как бы отталкивают масло от рыбы, не дают ему проникнуть внутрь в образовавшиеся поры. Ох, как вкусно пахнет! Знаете, конечно, можно было бы сделать и жидкий кляр. То есть развести тут муку, крахмал, может быть, яйцо, кто-то пила наливает. Откройте любую кулинарную книгу и прочитайте, как приготовить кляр. В этом случае рыба приготовится очень красиво. Она будет как бы в такой корочке из теста. Ну, и вот такой метод тоже дает очень хороший результат. Очень частый вопрос, куда девать масло после фритюра. Профильтруйте его, пусть отстоится. Потом еще раз профильтруйте уже, может быть, через бумажный фильтр. И это масло можно использовать еще несколько раз. Подпишите его в масло после рыбы. Протираем вок и продолжаем готовить прямо в нем, потому что мы готовим все то же блюдо. Замечательную гречневую кашу с рыбно-овощной подливой. Рыба жарилась чуть ли не в полулитре растительного масла. А теперь достаточно взять его примерно 50 грамм. Больше не надо. Отлично нагрелось, засыпаем лук. Лук, порезанный мелким кубиком. Понимаете, что означает немного масла? Огонь тот же самый, что был в предыдущем эпизоде. А вот теперь насыпали стакан лука 200 грамм, ведь все остыло. Ну и ладно, ничего страшного, нам не нужен слишком сильно жареный лук. Нам надо опустить к нему морковь. Когда я рекомендую некоторые специи, я понимаю, что не все люди знают, как они звучат, каковы они на вкус. Например, я очень люблю добавить к рыбе кориандр. Кориандр это те круглые семечки, которыми иногда черный ржаной хлеб посыпают. Он к рыбе подходит замечательно. Только прежде, чем его опускать в ок, я его хочу слегка растолочь. Ну, чтобы эти вот шарики, семена раскололись пополам и выпустили из себя замечательный запах. Вот здесь в горячем масле кориандр, ох, как сработает. Ну, если нет у вас кориандра, либо вы его категорически не любите, я не настаиваю, это же вам готовится, вам кушать, а не мне. А теперь в ход вступает большая тройка игроков. Чеснок, имбирь. Жгучий перец. Посмотрите, его можно опустить сейчас, а можно оставить на потом. Дело в том, что чем раньше он попадет в масло, тем больше своей жгучести раздаст окружающим продуктам, и особенно маслу. Следом за красным жгучим перцем отправляется перец сладкий, болгарский, паприка. Буквально 2 ложки соевого соуса. Соевый соус именно сейчас. Пусть он прижарится, пусть он даст свой очень вкусный запах. Помидоры. Томат, протертые помидоры из пачки, как обычно. Видите или нет, кое-где встречаются маленькие кусочки чеснока, потемневшего. Чеснок содержит в себе огромное количество сахара. И этот сахар каримелизируется и превращается в то, что вы сейчас видите. Но по счастью, его всегда можно растворить. Растворить, например, в рыбном бульоне. А вы голову, хребет от рыбы куда дели? Сейчас чеснок поварится в жидкости, сахар из него растворится и окрасит в красивый цвет будущий соус. Кстати говоря, сахар. Ведь этот соус необходимо и посолить, и добавить в него немного сахара. Сахара я добавлю аж 3 чайные ложки, потому что следом за сахаром в соус отправится рисовый уксус. Немного, 1 столовая ложка, необходимый для кисло-сладкого баланса. Много времени этому соусу не надо. Посмотрите, минута за минутой он становится все гуще и гуще. И чем гуще становится соус, тем меньше должен быть огонь под воком. У меня есть еще один продукт, замечательный продукт, который я тоже люблю с самого детства, зеленый горошек. Вы не представляете себе, насколько он здесь будет уместен. Ему достаточно только прогреться, ведь он, по сути дела, готовый. Забулькал соус с горохом. Прекрасно, надо рыбу опускать. Вы знаете, блюдо может показаться сначала сложным. На самом деле оно готовится очень быстро. Ну, а пока нам осталось только перемешать еще раз рыбку, дать ей прогреться и кашу давай. Все готово. Осталось только подумать, на каком блюде это подавать. С недавних пор я сотрудничаю с компанией Wilmax England. Отличный фарфор, отличная посуда, очень оригинальных форм и идеально подходящая под мою кухню. А каша-то чудо как хороша. Вы бы знали, как она пахнет. Вы знаете, в принципе, в нее кусочек сливочного масла положи, чтобы растаял и ешь на здоровье, лишь бы за ушами не слишком громко трещало, а то соседи придут и тоже попросят. Ну, давайте накладываем. Как чудесно разварилась гречка. Я понимаю, что она готова сейчас впитать в себя что масло, что вот этот замечательный рыбно-рвощной соус. А вот теперь соус. Мне многие пишут, мол, дети у нас гречку не едят, не любят. Позовите-ка, позовите сюда детей. У меня есть им что сказать, мальчики и девочки. Гречка – это русский национальный продукт. И всякий человек, кто живет в России, кто является гражданином России, просто должен любить гречку. В конце концов, должна же быть у нас хоть какая-то особенность по сравнению с другими странами. Ведь в других странах гречку почти что не едят, разве что в Китае. Так вот, гречка – это наш национальный продукт. А вкусно приготовленная гречка – это предмет нашей гордости. От гречки ребята, юноши будут крепкими и здоровыми, а девушки – красивыми и стройными. Я вас уверяю, дядя Сталик еще никого не обманывал. Дорогие друзья, полюбите гречку, и мы с вами обязательно подружимся. А пока я желаю вам больших успехов в кулинарии и приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok